С нами на связи Дмитрий Еловский, шеф-редактор ведущий канала Ходорковский. Дмитрий, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый вечер, коллеги. Дмитрий, ну скажите, вот говоря и оценивая эту статью, о том, что якобы может кого-то страшить уход Путина, какой-либо из возможных вариантов. Ну а как вы считаете, некоторые страны Запада действительно на это смотрят с какой-то боязнью? Вы знаете, я думаю, что есть такие люди, которые действительно смотрят на это не с боязнью. Но я думаю, они полагают, что то, что начнется в России после конца Путина, возможно, будет еще хуже, чем то, что происходит сейчас, хотя казалось бы куда хуже. Но вы знаете, история знает много примеров, когда на место диктатора и авторитарного лидера приходил кто-то еще более окружатный, еще более лидерский. И вполне вероятен такой вариант, когда на смену личному диктатору придет какая-нибудь условная каста черных полковников, например, Хунда, как ее называют. Но в целом ее срок правления, скорее всего, будет совсем коротким. И вскоре после этого, я уверен, я еще раз подчеркну, я уверен, в России будет демократически избранное правительство, которое будет отвечать не только запросам внутри страны, но еще и каким-то нормальным демократическим ценностям и тенденциям развития. Дмитрий, я хочу немножечко остановиться на названии. Не бойтесь смерти Путина. Действительно, этот материал можно почитать, авторство оппозиционеров Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Но все-таки, если мы говорим в глобальном смысле, не бойтесь смерти Путина. Здесь, по вашему мнению, ваша точка зрения, все-таки, скорее всего, наверное, идет не о физической смерти Путина, а имеется в виду и падение режима. Мне кажется, что более широко здесь это понятие рассматривается. Хочу тоже, чтобы вы немножечко проанализировали. Вы знаете, я думаю, что, мне кажется, тут, наверное, надо воспринимать смерть Путина в буквальном и в прямом значении. Потому что мы, анализируя диктаторов и их правление в 20 веке, да и даже, наверное, в 21 веке, понимаем, что, скорее всего, их срок полномочий равен сроку жизни. Об этом говорят результаты многих революций в арабском мире, то, что мы называем, да, весной. Об этом говорит и режим Чаушевского, например, в Румынии. В целом, я думаю, что футинизм в России закончится именно непосредственно с физической смертью Путина. Но давайте не будем забывать о том, что он уже человек крайне не молодой, даже по российским меркам. Ну и криминерская медицина тоже не безогранична. Ну а смотрите, Дмитрий, есть же такое понятие, как Путин коллективный. Да, если один уходит, не факт, что все остальные там за ним подтянутся. Я думаю, будут те люди, которые захотят сохранить власть, захотят сохранить деньги, захотят сохранить влияние. Коллеги, ну вы знаете, мне кажется, что это миф, что никакого коллективного Путина не существует. Существует прайм-тайм федеральных каналов, который создается на многие миллионы долларов и евро. И как только сменится картинка по телевизору, как только ведут все эти луживые военкоры из телеграм-пространства, как только умрет Путин, я думаю, что парадигма не поменяется. Потому что, я скажу сейчас, может быть, такую вещь, которая не всем понравится. На самом деле, русские люди, они ничем особо не отличаются от остальных. Они в природе своей не кровопрадные, они не хотят крови, они не мечтают об убийствах. Ну, как бы, никто не мечтает, на самом деле. И немцы, которые жили в Германии в 30-е, в первые 50-е годы, это же те же самые немцы, которые сейчас делают BMW, Audi, Mercedes, являются лидерами экономики в Европе. Я не думаю, что русские люди от этого как-то отличаются. Просто слишком много им в голову вливали всякую чушь, и слишком слепо они этому верили, и были не готовы к тем фейкам, ну, и к тому, чтобы пробудить некое критическое мышление у себя. Поэтому вот имеем то, что имеем. Смотрите, Дмитрий, еще хотелось бы с вами обсудить пару позиций, которые уже, как сказал мой прекрасный коллега Лаила, ну, озвучили так, и Гарри Каспаров, и Михаил Ходорковский. После поражения войне новой российской власти и российскому обществу предстоит сделать выбор, какое будущее их ждет. Так считают Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский. Причем, ну, этот выбор придется сделать, знаете, вне зависимости от того и, ну, возможных раскладов. А начинать придется практически с нуля. Ну, давайте услышим вот это мнение. После военного поражения Путина России придется выбирать. Либо стать вассалом Китая, либо начать реинтеграцию с Европой. Сначала справедливо возместив ущерб Украине, нанесенной во время войны, и наказав виновных в военных преступлениях. Для большинства россиян выбор в пользу мира, свободы и процветания был бы очевиден. И тем более очевиден в связи с быстрым восстановлением Украины. Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский в статье «Не бойтесь смерти Путина» для Foreign Affairs. Лидия, как вы считаете, с этим не будет проблем? Вот с таким определенным переходом и выбором, который, ну, вынужден будет сделать каждый гражданин Российской Федерации? Вы знаете, я думаю, что выбор вполне очевиден. Никто не хочет стать вассалом Китая и находиться под его протекторатом. Ну, как бы, я не могу найти больше двух-трех точек пресечения своих с Китаем. И я глубоко убежден, что Россия, на самом деле, является частью европейского мира, западного мира, которая просто в определенный момент, ну, совершила поворот не туда. Китай — великая, замечательная страна, но, честно говоря, я не понимаю, что нам сулит вместе с ними какой-то совместный путь. Да, вы знаете, я особо не знаю как бы других государств, которые идут с Китаем вместе рука за руку, рука об руку на каких-то паритетных правах, на каких-то паритетных началах. И если вспомнить недавнее, на самом деле, заверение экспонента Медведева, который сейчас является телеграм-блогером, прежде всего, он раньше был вроде премьерный, президентом России, и он обещал России безвиз, там, еще 10 лет, еще там, в начале десяток таких-то годов. Ну вот, в этом концепции изменилось. Но, в целом, вы знаете, я просто хотел бы напомнить, что мысль об интеграции, глубокой интеграции в Европейский Союз была в главах российских политиков и верхушке руководства России не так давно. Ну, не так давно — это когда, Дмитрий? Это начало 2000-х, когда и сам Путин предполагал? Я думаю, это начало десяток, когда Медведев еще был президентом. Да, когда свобода лучше, чем не свобода. Ну, Дмитрий Анатольевич сделал свой выбор, как мы понимаем, определенный. Смотрите, сейчас мы уже вспомнили и о бывшем президенте, и бывшем премьер-министре. Опять же, они пугают весь мир цивилизованной ядерной булавой, ядерной дубиной. Как вы считаете, в таком возможном варианте применения, если к этому, конечно, придет, как вы оцениваете? Ну, во-первых, такую возможность будет ли? И пойдут ли они, понимая, что режиму конец? Дмитрий, как вы считаете? Да, вы знаете, я думаю, что это просто обрисание оружием и то, что называется в мире реальных пацанов понты. Нет никакого ядерного оружия. Я уверен, что то, как Вторая армия мира себя показала за эти годы, в целом может нам подсказать и то, как Россия охотится с ядерным оружием. Я более чем уверен, что его профукли, что оно не в должном состоянии, не боеспособное, не готовое. И, скорее всего, уже там распилено, попилено и продано на каких-нибудь свалках металлолома, на которые под генералом построили себе дачи. Ну да. Дмитрий, я еще хотел бы услышать ваше мнение по поводу такой восходящей звезды под названием Евгений Пригожин, потому что сейчас очень многие думают, что он чуть ли не составляет какую-то конкуренцию самому Путину, но хотя понятно, что Путин его использует, потому что вот та армия Пригожина, какой бы она ни была, она вносит свой вклад в то, как происходят военные действия и какие успехи или прогреши имеет вооруженные силы Российской Федерации в Украине. Что вы скажете? Ну, ваш вопрос в чем? Я хотел бы уточнить. Том, Пригожин, это сейчас вот какова его роль? Его роль сейчас, я думаю, он сам не понимает. Вы знаете, мне кажется, сейчас такой период в России, когда как бы особо никто ничего не понимает, но все как-то делают как должны, надеются, что будет все как надо. Но на самом деле Пригожин удивительный шнамен. Во-первых, он, конечно, политическое животное, которое очень классно общается вот с этими персонами, которых мы сейчас видим на наших экранах. У него там есть какой-то теремный срок за плечами. Он знает, вот как найти общий язык с этими несчастными зэками, которых вытащили на войне в обмен на то, что им скостят срок и отменят судимость. Но, с другой стороны, конечно, эта фигура – аватар Путина. И его дни равны дням Путина. Потому что то, какую он сейчас набрал форму, какой вес, какую популярность, и насколько он хорошо, на самом деле, умеет не казенно формулировать свои мысли, в отличие от всяких там министров, генералов и так далее, все это заставляет видеть в нем довольно сильного и довольно непредсказуемого конкурента, с которым в целом наши власти особо не могут и не умеют общаться и разговаривать. Ну, просто хотя бы потому, что у них, ну, не заточены под это и опыта таких спаррингов у них особо не было. Дмитрий, спасибо вам за разговор, что присоединились к эфиру телеканала «Фриден». Дмитрий Еловский, шеф-редактор, ведущий канала «Ходорковский лайф» был с нами на связи.